Митинг в поддержку Путина объявляется открытым! Митинг в поддержку Путина объявляется открытым! Добрый день, друзья! Вы на канале видеостатии, с вами Павел Иванов. Читинские активисты Лёха Кочегар провели митинг в поддержку Путина. Такого троллинга я давно не помню. Пожалуйста, смотрите, распространяйте, подписывайтесь на Лёху. Ссылочку оставлю под видео. До новых встреч, пока! Приветствую вас, сирые и убогие, на митинги в поддержку Владимира Владимировича Путина. Если бы не он, нас бы тут не было. Спасибо скажем ему все. Ура Владимиру Владимировичу! Ура! Я-то не пришла поддержать Путина, я пришла посмотреть на идиотов, которые его любят. Вот видите, у нас тут оппозиция встань и закралась. Ну, по-моему, здесь нет никого, кто его... Вам, наверное, любопытно, почему оппозиционный блогер, один из самых ярых противников Путина, вдруг решил собрать митинг в его поддержку. Все просто. У меня как два месяца уже отключили интернет. И два месяца я смотрел федеральные каналы. Я смотрел Кисель Деуэй, Соловинный помьет, Скобееву и Зиналову. Особый респект Шенину с ведром говна в студии Первого канала. Я смотрел нафиг и думаю, что занимался-то, оказывается, совсем не тем делом. И я прозрел. Прозрел. Я думаю... И оказывается, что, о, Путин-то думает о нас, совсем. Думает о народе. Думает о сирийском народе. Ура Путину! Ура! Да, о сирийском народе думает, который за годы войны в Сирии для него стал уже как родной. Думает о восстановлении этой страны. О строительстве в ней школ, больниц, дорог, заводов. Посылает тоннами туда гуманитарную помощь. Молодец, Вова! Поддерживаем! У нас, оказывается, уже все давным-давно восстановлено. Ведь Вова-то думает. Он думает о народе Африки и Южной Америки, прощая им многомиллиардные долги. Ведь люди в его стране уже давно выплатили кредиты. И в помощи уже не нуждаются. Особая благодарность от детей нашей страны, нуждающихся в лечении. За мобильную связь, благодаря которой мы можем оказывать им материальную помощь через СМС-сообщение. Я поддерживаю и говорю спасибо Путину за выпиленный лес. И вылезенный в Китай, идущий за границу мимо наших городов, газ. И за деревни, которые давно уже исчезли, с карты нашей России, за время правления Путина. За ликвидацию фабрик, заводов, сельского хозяйства. За уничтожение тяжелой и легкой промышленности. Я говорю спасибо. Отрицать пенсионеров. Особое спасибо за пенсию в 10 тысяч рублей. За 5 лет трудовому стажу лично от меня. Низкий вам поклон, Владимир Владимирович. За рабочие места и доступное жилье. За свободу слова, свободной стране. Поддержка вам. И большое человеческое спасибо. У нас самый настоящий, самый замечательный президент. Недавно в своем интервью к ТАСС он заявил о том, что граждане имеют право митинами, мирно собираться и высказывать свое мнение в любое время. Вот здесь находится площадка Гайдпарка. И митинг на 200 человек запретили нам. Почему? Они мотивировали это уборкой. Уборки, как видите, никакой не производится. Какие-то, видимо, агенты Госдепа у нас поселились в администрации, которые работают против Путина. Но, тем не менее, несмотря на это, газета «Вечерка» написала выдавление о проведении митинга. И вот вышло, скольки там, 20-тысячным тиражом она выходит. И, как вы видите, 86% из них сегодня пришли поддержать Путина. Ура! Спасибо Путину! Спасибо Путину за это! 86%! И все, главное, снимать почти. А вчера на этой площадке проходил митинг за годификацию Забайкальского края. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. А вчера пришло около 200 человек. Если поддержка Путина у нас 86%, мы с уверенностью можем заявить, что годификацию у нас поддерживают 860% населения. Да, обидно мне, что так мало собралось народу. Вот я хочу свое мнение выставить. Люблю я Владимира Владимировича Путина, понимаете? Спасибо ему за пенсионный возраст, который он в 2005 году обещал, что пока я президент, ничего вам повышать не буду. Спасибо ему за то, что более 40 тысяч деревень исчезло с карты России. Легче дышать стало. Спасибо ему за то, что лес в Китай весь вывезли. Опять же лучше дышать стало. Правда, ветер сильнее стал дуть, но это не страшно. Самое главное, что не будет у нас леса. Спасибо ему за все 20 лишним лет обещаний, что я буду красиво жить, аж задыхаясь от счастья. За все ему спасибо. Но печально, что у нас народ не пришел, бюджетников не согнали. Я-то верил в СМИ, смотрю телевизор, верю, что 86% должно собраться здесь. Это как минимум из 350 тысяч проживающих в Чите, это 311 тысяч должно здесь сегодня быть его поддержать. Ввиду того, что в стране наблюдается небывалый экономический рост, дикая рождаемость, что у нас наблюдается экономический подъем на фоне продажи все больших объемов ресурсов, предлагаем Путина Владимира Владимировича поставить на пожизненное правление государством российским. на пенсию его не отправлять, а сразу в рай. Кто за резолюцию прошел голосовать? Один человек за. Кто воздержался? Два человека, три человека воздержались. Кто против? Раз, два, три. Три человека против. Итак, с учетом воздержавшихся, резолюция митинга не принята. Все, Путина в отставку, значит. Давай, Путина. Питинг объявляет закрытым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...